Рекордное количество заболевших COVID-19 выявлено в Ненецком округе за одни сутки. Сразу 18 человек. За это же время зафиксировано 10 случаев выздоровления. Таким образом, на 28 октября лечение от коронавирусной инфекции в стационаре и амбулаторно получает 113 человек. Большинство из них – жители города Наринмара. И еще один рекорд на самоизоляции на дому и в обсерваторе под медицинским наблюдением находится 946 человек. Увеличение количества заболевших связано также с увеличением количества тестирования на COVID-19. Понятно, что жителям Наринмара прохождение тестов более доступно, нежели жителям сельских населенных пунктов. Не исключено, что в селах люди даже не подозревают, что болеют не ОРВИ, а коронавирусной инфекцией, что может усугубить ситуацию по их выздоровлению и привести к тяжелым случаям. Готовы ли к такому развитию события окружные медики? Да, безусловно. Мы будем говорить о санитарной транспортировке в случае изменения состояния. В зависимости от того, что это будет за населенный пункт, это будет осуществляться санрейсом. То есть, вероятно, это может быть либо вертолет, либо самолет. Подобная практика у нас имеется в Ненецкой окружной больнице. Один из заместителей главного врача как раз-таки отвечает у нас за сан-транспортировку. Как заверили в профильном департаменте, медицинские учреждения региона полностью обеспечены медикаментами и средствами защиты. В общем, хочется отметить, что на сегодняшний день и количество медикаментов, и количество средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях, а также дезинфицирующих средств, достаточное. В целом, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, как по COVID-19, так и по сезонным заболеваниям ОРВИ, ситуация с заболеваемостью под контролем. В регионе действует режим ограничительных мер. В общественных местах необходимо находиться в медицинских масках. На въезде в регион введен пропускной режим. Тем, кто прибывает в округ без справки об отсутствии коронавирусной инфекции, прямая дорога на двухнедельную изоляцию. Да, безусловно, полностью закрыть регион мы не можем. Да, безусловно, мы говорим о том, что, к сожалению, практически половина – это завозных случаев. Потому что на сегодняшний день ПЦР-тестирование, даже отрицательное, что греха таить, не является критерием того, что у человека инфекция не разовьется. Усугубляет эпидемиологическую ситуацию в регионе повышение эпидемических порогов сезонной заболеваемости ОРВИ. По информации Управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ среди населения увеличилась по округу более чем на 33%. По городу – на 44%. Среди населения от 15 лет и старше в целом по округу порог превышен на 98%. По Нарьанмару и поселку Искателей – на 177%. Все учащиеся городских школ с 5 по 11 классы, за исключением первой школы, переведены на дистанционное обучение. Жители региона на официальной странице администрации округа ВКонтакте жалуются на работу скорой помощи. Порой вызвать скорую к заболевшим с высокой температурой очень сложно. Люди описывают реальные семейные ситуации. Департамент здравоохранения подтверждает высокую загруженность отделения скорой помощи. Действительно, отвечают в департаменте, в осенний период возросло количество заболевших. В день в диспетчерскую скорой помощи поступает до 130 вызовов. И обещают разобраться в конкретных случаях, произошедших с пользователями соцсетей при вызове скорой помощи. Тем временем, главный государственный санитарный врач по Ненецкому округу Наталья Кирхар подписала постановление о введении комплекса мероприятий на период подъема заболеваемости ОРВИ для стабилизации ситуации.